Это не то совершенно, что должно быть. Если человек понимает, что есть Творец мира, и все устроено правильно и хорошо, как могут злодеи процветать, и как могут хорошие люди страдать, то все это совершенно непонятно. Это первое. Там какие-то ответы мы находили. А второе уже по отношению к народу. Как может быть, что есть избранный народ? И именно он страдает, именно он. А в Луке и не 30 лет, и не 150 лет, а уже тысячи лет, 2,5 тысячи лет. Мы знаем уже, но на уровне Асафа тогда не было 2,5 тысячи, но для его пророчества сколько угодно времени может быть. И это все не склеивается вместе. Причем не только мы там, Галут, как абстрактное выражение. Кстати, слово Галут очень абстрактное выражение, его совсем не так просто понятно. Но каждый может понимать, как он хочет. Нет проблем. Допустим, Галут это изгнание, Галут это чуждыни, или что-то еще. Нет проблем с этим. Но тут описывалось, мы уже читали, я ввожу вот к той фразе, которая нам нужна, что не просто евреи там изгнание, а смотрите, мы евреи пришли в нашу страну. Сделали что-то хотели. Как говорится, надругались над всеми принципами нашей жизни. Вот тот вот этот. Девятый фраз, мы с нее начинаем. Вот от Эйну, до Раина. Мы уже наших, вот тот, вот это, вот ее знак. Мы уже знаем, наши знак уже не видны. Нужно слить в том, что мы живем, как они. Думаем, как они. Перед Ханукой это как раз хорошо сказать. В этом же суть Хануки. Живем, как они. Думаем, как они. Понимаете, да? И от Эйну, до Раина. Мы даже просто в ситуации, что мы не видим. Я вам говорю, что прошедшее время иногда идет как континьюис английский. Продолжить продолженное время, непрерывное. Мы не видим ничего. То есть, мы в какой-то черной дыре, в темном состоянии находимся. Ничего не понятно. И все это продолжается бесконечно. Это не наше. Не от Эйну, как наше. Мы люди. Мы придумали теорию, над ней надругались наши враги. То есть, мы дураки. Речь идет о том, что Всевышний, это его тора, над ней надругались. Его дом разрушили. Его знаки отменили. Его идеи убрали. В этом же и смысл. Понимаете? А мне там мы придумали и нам по голове дали. Значит. Позор к Инну, как на Эльвита, говорят. Плохо думали. Это же тора. Это же что-то такое. Вот это, я заостряю этот запрос. Потому что, и таким образом, этот запрос был здесь показан. И мы читаем эту фразу. Вот это Эйну Лаварину. Эйн Однадин. И нету больше пророка. Не знаю, после разрушения первого храма пророчество закончилось. Оно еще инерционно продолжалось некоторое время. Это Ихецкель, Мордехай, Эстер, Хагай, Хария, Малахи. Это, по-скому, Малахи. Эзра, Макемия. Все они были пророчески, да. Но они все родились вокруг разрушения. Они не были потом. Но это все закончилось. Как бы поезд еще инерционно двигался. И больше пророка, который называется Нави. То есть Ашер Миви, Девреет Вар Гашем, больше нет. Есть Рога Кодыш. Есть люди, на том уроке сейчас я говорю про Раши. И Рамбам, можно сказать. Которые абсолютно очевидно нашему уму. Они писали в духе Рога Кодыша. Потому что обычно человек не может писать так Раши, не Рамбам. Наши учителя Тони, там в моде, все у них был Рога Кодыш. Но нам не очевидно, мы просто верим, что так. Откуда я знаю? Почему видно, что у Рады Акилы есть Рога Кодыш? Мы верим, что так. Но Раши и Рамба мы их читали, труды читали. Не в ИСК, а труды. Эти труды не могут быть написано просто так. Но Руа Кодыш это не написано. Они не пророков, они не могут от имени Всевышнего прийти и сказать. Ко, как это, отходите, Шаяу, Мияу, не важно. Отходите, пророков. Как вы, Ко Амар Гаше. Ни Раши, ни Рамбау, ни пост. Не могут, не можем так говорить. Кто это, если будем, тогда у нас соответствующие больницы, если такие люди должны находиться и лечиться. Если они будут, Ко Амар Гаше, он говорит. И будет лечить. Только, понимаете, или просто в Израиле не будет. Слава Богу, будет делять по улицам и пророчествам на площадях. Но это к пророчеству не имеет никакого отношения. Это имеет к медицине. А здесь написано Эйна Аднави, не Аднави. А Шер Мили, Аднави, который приводит. Не Аднави. Галу Итану Йодэ, Адма. И среди нас нет человека, который знает, до которого это Адма. До которого то время. Сколько же будет продолжаться? До тех, кто. Да. Кто может сказать, что Елла будет завтра, или через 20 лет, или через 100 лет. Я один человек. Никто не знает. Поэтому, когда вы видите всяких городских сумасшедших, или несумасшедших, которые вам говорят, что где-то какой-то тайный равен, который уже знаешь, что через 2 года, или через 7 лет, это все нет, не было и немножечко где там черный подел. И понятно, почему не может быть. Оказывается, свобода выбора, если будем знать сроки. Это вот не может быть. Так. Да. Ткань. Да? Потому что если про вавилонские знания было сказано 70 лет, даже Ахашвироши это знал, и на этом строилось его хамство определенное Ахашвироши, что он знал, что 70 лет им показалось, он ошибся помню, что он не знал точно, как считать. с евреями никогда никто ничего не может знать, поэтому это безнадежное мероприятие. Но он примерно угадал, просто ошибся на некоторое количество лет. В общем-то он понимал, что что-то кончилось уже и он рассчитал, что 70 лет, а сам или же не кончился. Ну, это ошибка небольшая уже. Там было сказано 70 лет, это не еврей, кто-то и узнавал, что даже. А мы вообще ничего не сказали, ситуация совсем как не верится. А это наша вера, это не знание, а вера. 20-24 мы не верим в это, мы знаем, что 20-24. А Тора вывел. Мы не знаем, мы не знаем, что Тора это истина, мы не знаем, что есть так, а что-то все, кто придет на сберет, смело можете сказать, что извини, дорогой не надо мне доказывать, причем, потому что это не в области доказательства, это в области веры. Мы верим, что есть так, что мы верим, что Тора Бог дал, а не кто-то другой не союз писателей древних израильных и стали как раз в храме эту книгу. Это мы верим, но это вера, это не знание. Знание у нас какого-то какого-то когда мы знали, это будет утиористическим действием. Какое-то знание не может, но знание как мы Олам-газета то есть, а Олам-от Лухаи там нет знаний. Теперь, пока мы здесь. Следующая фраза. А Матай Лукин Ехара Цан То какого времени Всевышний цар это враг до какого времени он ехар это значит он будет хамский ферус да ну как-то это типа да ферус это что значит испореды годы такие выражения то есть пока сколько он будет в отношении к небу проклятие сколько будет хам заниматься сколько брак обобщен единственное число будет заниматься хам сколько это может это это эквивалентно голубь когда голубь кончится не будет уже все человечество поймет где что Поэтому в единственном числе это человечество. Сколько человечества будет хамили? Сколько это может быть? Ихарет и Ихарет. Ихарет в будущем времени. А Ихарет это непрерывное время. Это очень тонкие нюансы. Ихарет это сколько он будет дальше. Ихарет продолжается непрерывное время. Ихарет. А вот это уже в будущем времени. Ихарет. Ихарет. Ихарет не отца. Это наявите проклятие. Презрение, оскорбление. А сколько Ихарет будет оскорблять твое имя вечно? Вечно будет оскорблять твое имя. Сколько это может продолжаться? Каждое слово нюанс. Здесь говорится хирург. Здесь говорится мяца. Это нюансы слов, которые все говорят о презрении, о ругательстве, о оскорблении. Так сколько это будет для мяца? Это образительный знак стоит. Что для мяца будет оскорблять твое имя вечно? Можете задать сильный вопрос против автора. Что знает основ, основ, пророк не знает основ, основ нашей веры. Я слышал, как он вообще такой вопрос поставил. Он правильный вопрос отмотает. Это может быть. Потому что я не знаю, сколько будет продолжаться. Но как будет сказать, что он и Мерцов будет вечно. Он же тоже знает, что это вечно не может быть. И там те же 6 тысяч ливен. И, значит, кто-то. Адмотай нормальный вопрос. А Ленецов не очень нормальный. Правда ли вопрос? Всем понятно наша проблема? Слово Ленецов, это я вам перевел на вечный, долгое место. На самом деле, и так оно и есть. Нормальный глитовой перевод. Но надо глубже. Ленецов, это означает, что некий проявление продолжается так, что видно, что оно побеждает. Ленецов – это вечность, но, которое победительное, побеждающее. Поэтому не время, что волнует автор, а что неужели все это, неужели они побеждают? Неужели они побеждают? И вы тогда скажете, что он как-то молодее. Это нектане и мунаха святовила он, которые, знаете, не верят. Как это могут они побеждать? Временно побеждать? В целом, неужели они будут? Есть один нюанс, почему мы сейчас эту главу читали Торин. Почему Яков говорил так? Если то, если будет так, если ты будешь со мной, то я так, если так, то я так. Как Яков больше не верил? Или сейчас глава пришла, значит, будешь там послал на встречу с Иса, он тоже молился, если будет война, если погибнут эти, если погибнут эти. А он что, не верит? А как он мог не верить? А потому что высшее мои громохи, может быть все хорошо, но я не на высоте. Если я не на высоте. Или, скажем, в духе этого, или мы не на высоте, как народ. Как бы не было предсказано, нет уже предсказания сто процентов. Не в одну сторону. Есть только указание, что если будет все в рамках, то будет так. А может быть кто иди знает. Никто на себя не может взять ответственность. Человек. Сказать, что мы по крайней мере в рамках. Нет правительства. Садиким правила нет. Мы не такие. Но мы, может быть, в рамках. А вдруг, не знаю, выпали из рамок. И дальше нет. Если мы выпали из рамок, так все, выпало из рамок. Тогда и не будет ничто. Тогда это будет на место. Понимаете, да? То, что мир будет уничтожен, и враги будут уничтожены, не дай бог, с нами вместе. Нам от этого легче не будет. Это значит, они победили. Это и есть, и нет. Понимаете? Так что вопрос теперь оказывается непримитивный. И легитимный. Может примититься в виду, когда слово нет. А слово не церковное. Так. Сейчас будет обращаться к Всевышнему. Сейчас будет обращение к Всевышнему. Сейчас будет обращение к Всевышнему. Здесь было просто удивление. Вот знаете, потрясение. Как это может быть? Все может свести одно только фразы, что мы прочитали. Как это может быть? Я не понимаю. Теперь он пришел с конструктивным предложением. Я не понимаю. Надо же найти выход из купитания. Я не понимаю. Ну и что? Надо предложение принять и принять. Нельзя жить без предложения. Это общая правда. Нельзя жить без конструктивных идей. Даже если не будет так, как ты думаешь. Даже если потом будет лучше. Но нельзя без собственных идей. Я не знаю, что и все. Так нельзя. Должны быть свои. Просто человек должен без скромности понимать, что мои идеи могут быть неправильные. Или не совсем правильные. Может что-то более лучшее. Может что-то умнее придет. Это нормально. Но должны быть мои идеи. Не может быть без моих идеи. Поэтому вы двигаетесь. А что мне? Лама Та Ши Вья Та. Почему ты не до сих пор Та Ши? То есть ты держишь в бездействии. Ничего не делай. Ше Да Ал Та Се. Один. Наши учителя сказали. В том моде это. Ше Да Ал Та Се. Один. Когда ты не знаешь, что делать, тогда лучше что не делать. Вообще, если ты не знаешь, что делать, и будешь делать, то есть большая вероятность, что будет еще хуже. Поэтому Ше Да Ал Та Се. Один. Теперь он всяких всевышленных. Не годится это сказать. Ше Да Ал Та Се. Да. Как это? Что он не знает. Поэтому тут говорится. Мама Та Ши Вья Та. А именно это. Почему рука твоя и правая твоя рука, почему бездействия? Вот правильно. Понимаете? Только тут непонятно, что такое рука и правая рука. Правая рука уже тоже рука. Просто или Я Де Ха надо было бы сказать обе руки. Или Я Дха Зна получается верное, а именно это правое. Да, если так и так тоже. Так тоже на жизнь. Они говорят так тоже. Что так оно и есть. Я Дха это левая рука, а именно это Ха. Что это значит? Хочу сказать Я Де Ха. Я Де Ха тоже и левая, и правая. Потому что даже здесь пророк Аса дал нам урок. И вот Ильин книга дает нам урок. Никогда не начинать сильные средства. Может быть, когда ты кого-то наказываешь. Или в нашем мире никого не наказываешь. Мы не договаривали кого-то. Начни со слабых ног. Они сразу облаком поговорят. Почему? Теперь левая рука слабее правой. По определению. Как у нас говорится в другом месте. Ильин Олам Хеса Фибране. То есть, мир построится на Хесах. Это правая сторона устройства мира. Правый даже он сильнее, чем я. У человека так оно и есть. Не сказать, а левша. А левша исключение из прав. Даже сегодня 30% людей это левши. Все равно это исключение из прав. Правый это правый. Правый сильнее, чем левый. Белый слабее, чем правый. Поэтому Лама тащи в Ядыха. Почему ты левую руку держишь в бездействии? Запусти левую руку свою. Ударь по врагам левой руку. Ударь по ним слабее. Потом не поможет. Время Леха. Ударь вправо. Это одна из граней прочтения здесь. Есть две граней. Я просто рассказал. Сам себе ответил на вопрос. Очевидно. Лама тащи в Ядыха в имя Леха. Ядыха – это инструкция. Теперь нам понятно, почему не говорится Ядыха, а именно Ядыха. И почему тогда правильно сказать имя Леха. Разобраться. Идем дальше. Микера хекека хэкха. Калэ. Изнутри твоего хэк. Хэк – это внутру. Микера изнутри. Хэк – это чрез. А ты имеешь в виду, например. Изнутри твоего чрез. Твоих чрез. Как по-моему сказать. Старым языком языком. Калэ – уничтожь. то есть сначала левой рукой потом правой рукой не поможет возьми меч и замедлить просто говорится почему-то почему изнутри речь идет о смертном приговоре как он призывает смертный приговор врагам так это будет только изнутри это еврейский подход наш подход нельзя в конвертности в суде человека уж если мы говорим о мечах то даже внутренне нужно уже докопаться до конца поэтому вот неудачно что в Израиле нет смертной казни потому что здесь же не сумеет никто никогда докопаться до конца и приговорить им надежно человеку что приговорят хотя бы одного несправедливо убьют человека которого нельзя убивать лучше пусть тысячи живут которых надо было чтобы ни один не попал бы на тот свет по нашей воле незаконный период так здесь как бы еще и скинки кто там помогает в какой Израиле нет смертной хотя она теоретически в законе есть и была одна задействована с эльфом но эту тему не будем обсуждать больших сомнений о том кто такой эльфом у нас нет и как-то и для судеб не было проявлено большие сомнения кто не поделал так что смертная казнь определена вот здесь у нас звучит мекера изнутри должен быть меч должен изнутри быть а где такое знаете сначала зарубить а потом уже подумать отвечать то есть перевод такой не правильный но буквально по словарям это всевышний он мой правитель изначально по эль ешуот бекерет арет он творит спасительные чудеса так сказать бекерет арет прямо опять керет там керет, здесь керет что это значит прямо среди всего материализма даже там есть и швот в какой-то тюрьме в нашей земле главный в какую-то тюрьму ты не попадаешь в какую беду ты не попадаешь и швот всегда очень хорошо но мы должны понять что такое галактик и вернемся к началу мне не нравится мой период я все перевел замечательно у меня это не нравится галактик, молкин и керет всевищный мой царь уже изначально ну, глупо говоря, это, кстати, дешевая франция ну, а кто твой царь? конечно, человек верит во всевищный так он царь что мы тут прибавляем что тут нового мы сказали в поэле и швот михта керем аарес есть в этом мудрость, да, новая что даже когда ты керем аарес уже, так сказать, внутри совершенно находишься все равно там не швот и швот это поворот судьбы это мой классический уже запатентованный запатентованный на изучение это деление еще 10 лет назад перевод для вас и шва это поворот судьбы но и шва это значит поворот судьбы в сторону спасения на слово шаа слово шаа это поворот шаэ это перевод шаон это тренка крупности шея 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 это повернись шея шея а шея а надо подумать это ценное замечание спасибо шея может быть отец в головах крутенько много из таких интересных так ну значит швот очень хорошо а в элакима в элакиме но раз есть значит нужно так что нужно что нужно значит тогда мы должны копнуть конечно чуть глубже но это тоже мы не раз уже делали с этими словами что такое элаким а это это то чем что управляет судьбой поэтому шма эсреев шма эсреев шея элаким он правит нашей судьбой а шея только он и тогда сметается все в сторону наш кредо век что он правит нашей судьбой раз только он нет никакого смысла даже малейшего поклоняться чему бы то ни поэтому шма эсреев центральная фраза потому что она оставляет нас творца вместе ничего больше уже так шмайсреев а шея элаким а шея элаким элаким шелан правит хак только ничего не значит элаким а значит элаким получается элаким он правит нашей судьбой и хорошо уже сказали можно сказать элаким некедом или элакай если иметь себя элакай некедом готай элакай некедом а шето а шето молчу а шото гот�� мээệt кто то ведет слово а мэээ queue и тэмэ 무서ве не правит судьбой и ведет не кедом изначально кедом сам милевой точки изначально от моего рождения от еще раньше ну всегда вас А что он ведет изначально, и тогда понятно, что «поэль ешуот», «пехерга», «а раз где бы ты ни был, всегда ешуот» могут быть. То же наше век. Значит, и такое, как говорится, это же все одна фраза. Значит, первый первый, то есть мы ничтожили их, и ты же такой, ты «поэль ешуот», и что же мы хотим, продолжает там, то есть мы читаем дальше, «ата порарта досха ям», начинается, как говорится, вспоминание, что всевышний делал, какие шуот у нас делал. Прямо наш «пехергаар», когда уж совсем «идим, маем, одна фишка», говорится по-другому, что уже вода дошла до этого места. Где это было? Приходим в море. И как это было? «ата порарта досха ям», «ты ям», «ты урить» превратил. Не знаю, 12 каналов, потому что все 12 колен Израиля прошли, и с правой стены, и с левой стены, и одно колено идет, и там колено идет, и все они друг с другом видят, и все по своим каналам идут, и так далее. Это особая тема сейчас, мы в этом не будем входить. Это, здесь сказано «перурица», и все слова «перурица» знают, кусочек рук, срочек, 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 срочек. Расскажем. 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 Расскажем, да. Да, евреев, что так же. Какие вещи ты можешь делать? Что же ты их делаешь? Следующее, «шибарта, расшей, таниним, алгамай». Это немножко сложно сейчас. Будет не из-за иврица. «Шибарта, расшей, таниним, алгамай». Эти главы, таниним, ты разбил на воде, прям их голову, размажил, разгромил. «Шибарта, расширя, таниним, алгамай». Да, значит, биологически говоря, до разговора-то «крокодил», но нам это не важно. Ты разбил головы этих каких-то чудовищ, каких-то зверей. Причем на водеющих, они имеют отношение к воде, там нет, поэтому крокодилам и воде. Значит, это нас приводит, конечно, и следующая фраза к очень большим вещам. У пророка, у пророка, у меня фараон называется Танин Агадон. И мы знаем, что фараон в креке заходил, в воде заходил. Медрация скажет, почему и так, и прочее. Поэтому первый удар был по воде. Да, кровь заходил. Айн Маймала – это фараон. Тор – это символ, вода – это символ Тора. Потому что она искривительно катится, она идет, она сверху вниз скатывается, как получение Торы. И фараон, который был в противостоянии Моше, он должен был именно с водой быть связан. Потому что, как говорится, ты Моше такой, но и я фараон не хуже тебя. Понимаете? Я тоже такой. И поэтому Танин – это фараон. А фараон – это то, что называется Сидра-Афра. Зеркальная сторона мироздания, задача устройства мира. И поэтому тут говорится, что ты разбил головы этих Танин – это не одного только того фараона, а любой, который является полицетворением человечества в одном лице. Это только анти-человечество, анти-Тора, анти-всевышний, будь то фараон, будь то император Рима. На каждом этапе что-то свое. То ты разбиваешь головы ей. Ты разбил головы. Ну и каждый голубь, когда голубь Павелона, который на выходные церкви, каждый мылок – это был некий фараон, на данном этапе человеческой истории, который сказал, вот это вы евреи, а вот это я. Я с вами вот так. А ты разбивал головы им даже. Вот такая. Что же следующее? Еще труднее. А та лицаца-то должен идти, да? Поднимучись с ней, да, 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 да. Следующая фраза. А та лицаца-то расшелили не а та. Ты размажил. Это просто надо будет размажить. Ты размажил. Особенности работа позволяют. Или что-то. Для второй молитвы в день. Правила медика. Вот некоторые не успевают, так они могут второй раз молитвы читать. Если они читали один раз, делят, уже выполняется все, дали за ним, читали не то, что я сказал, намного меньше. Но надо же стремиться к лучшим. Я предлагаю оптимальный вариант. Это тот размер шахарита, который я сейчас опрессовал. Для женщин это оптимальный вариант. Те, кто читает еще одну молитву в день, поступают хорошо. Это вот есть уникальные случаи. Не такие, но скажем, может быть, один процент цели религиозных женщин, кто читает три раза в день молитвы. Но я не думаю, что это больше одного процента, а может даже меньше. Я не могу такую статистику приводить. Все, что меньше одного процента, это не статистика. Это мои впечатления просто. Мои впечатления. Но правильно, это один раз в день, если есть возможность, два раз в день. Второй раз, это просто фактически шмоне с рейхом. Даже в той же книге, чуть-чуть добавить туда-сюда. Все, с этим вопросом женских молитв закончили. В шаббат еще, конечно, мусаб хорошо прочитают дополнительно. Не только шаббит, но и мусаб. Если женщина ходит в синагогу, то она может читать столько, сколько она может, и справляется в синагоге в рамках объема синагоги, сколько она сделает. Я обрисовал домашнюю молитву, а не синагогами. Собственно, и все. Вот ваш ответ. А какого сторона был вы спросите? Вот насчет кофе того лица, вы на него сразу ответили, да. Но я вот читаю весь комплекс утренний и читаю... Нет, 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 есть правила у нас. У вас забывается, извините просто. Я для всех, вопрос задается, и я стараюсь дать ответ. Не переходит потом на личные такие моменты, как выпадает все. Вы поступаете, вы слышали, что я сказал, дальше вы должны соразмерить, как вы хотите делать. И еще последнее, насчет утренней молитвы тоже. Я только что с хруп-хруппу. Нет, вот я... А? А хруппу не молитвы, что вы говорите. Ну вот, то есть утренний оброход, допустим, я шарья царь, да? Это утрене, все начинается с утра. Но если нет необходимости... Они же там идут по порядку, а если нет необходимости ее читать пока что? Есть, желательно, что в утро, когда человек встал, и не откладывая на долго пойти в туалет всем людям взрослым, это снять. Так хорошо для здоровья, так правильно. Да, даже так. Это неудачно. Я не хочу садить маленькие детали. Конечно, я не надо читать, я всех не ходил в проекте. Это чипит. Ваш вопрос мы завершаем. Но находит для Кота Шахара? Блин, Кеша, блин. Нет, это был вопрос, это сомнительный. Вот это она уже был шахар, а кристалюшек пошел. Это немножко сомнительный. В Сибири так. Я вовлю, что я все говорю. Нет, в Сибири так же. В Сибири так, нет, в Сибири так, потому что, как правило, человек встал не встал. Встал не встал. Скажем так, 99,9 десятых, это вы как встал и идут, и через первые 5 минуты встал, они встал. Это не в ту секунду, а первый 5 минут, первый субстан. Это просто достаточно статистически удерживается. А, вы знаете, правило для одного из сибири не стоит таких правил. Потому что, ну, ладно, надо обратиться ко мне индивидуально. Я говорю, правило для всех. Поэтому все было идет подряд. Потому что человек пошел сюда. То, как вопрос, мы уже подходим к теме. Пожалуйста. У меня впечатление, что у субстанции к разным, потому что мы не можем уйти, и не очень серьезные отношения. А то не менее, я хочу сказать, что это, как разум, как это чудо, и то, что не менее на годы, и все, что-то обновление. Оно настолько важно, особенно особенно особенно? Ваш вопрос, значит, это детский или не детский? Нет, Ваш вопрос, да. А в том, откуда и почему даже в таком отношении, как и на религиозной жизни? Ясно. Это тоже хорошо? Да, нет. Из-за того, что большой вес Хануки в том, чтобы зажигать свечи, и в этом могут принимать и принимать участие дети, и любого разумного возраста, трех лет и старше, плюс пять лет. Получается, что можно так подумать и можно так решить. Не только вы. Это кардинальная ошибка, но так получается. Поэтому Рамбам в своем кодексе всех еврейских законов Мишне Турас или Ян Пазака, Рамбам законы Хануки предваряют, не хочется же, удивительными словами, что это великие и необычные праздники и так далее. То есть он как бы уделяет Хануке особое внимание, которое он не делает. Он излагает все законы, все праздники, не праздники, все, что хотите. Все 613 заповедей в 14 томах изложены. Но Хануке, он только Хануке. Он предваряет, что это особый праздник, особая радость и так далее. Одна из очевидных причин, это наш вопрос, потому что у людей может сложиться неправильное впечатление. Но неправильное впечатление также и про куриум сложено, и также уже про сэгентеса, что это в основном еда за столом. И дети должны задать 4 вопроса и бороться за какой-то приз, о том, что они могут прочитать что-то на игре. И это тоже совершенно неправильно. И любое дело можно исказить. И сухот, я тут тоже вред поднорызгами, мне не знали, возможно, что-то говорили. Сухот тоже превращается в детский праздник по каким-то таким полуобломанным шалашам и так далее. Все, что угодно, можно исказить. В емкий курт трудно исказить. В емкий курт трудно превратить в детский праздник. Потому что они как бы не емкий курт соблюдают, а они просто этот день используют максимально хорошо в рамках той философии, которую обучают родители и школы. Вот, что печально не придумаешь, но так. Это так. Так что даже везде в емкий курт. А рожешана, а рожешана, мед, яблоко, и там, по-другому. Это все сводит к неправильному. Но ярко, это хамок, об этом подметили. Великий Рамбам, это он, не я, он подметил. И выделил хамок из всех законов. С всех. Что это особый праздник, особый и так далее. Так что это просто насчет детей неправильно. А то, что дети должны участвовать, это само собой. И то, что дети, кстати, хочу предупредить. Если дети все не зажигают свечи, это не выполнение западников. Это просто хинул хилл и ладим. Если ребенок несовершеннолетний зажигает по 13 лет, по 12 лет девочке, зажигает свечи, пожалуйста, зажигает, нет никаких проблем. Хорошо, как раз хорошо их втянуть в это дело. Но это все равно неправильно, пока кто-нибудь из взрослых. Если есть мужчина в доме, он. Если есть женщина в доме, она. Кто-то из взрослых зажечь обязательно в порядке дома ханукальный комплект. Хануфията, что называется. Опять же на сайте у меня есть ответ относительно зажигания свечей в поезде, в армии. Буквально недавно я писал этот ответ, так что загляните на сайт, там это тоже есть. Даже какая-то девушка из Белоруссии спросила, что делать. Это может быть. В Израиле это редкая тема. Возникает она из Минска должна уехать куда-то, в могилю. И вылетает у нее вечер в поезде. И все, что я сделал. Я там подробно написал, как правильно поступать в таких случаях. В Израиле этого есть. Ханукальные свечи надо зажигать примерно с пяти часов в этом году. И можно в шесть, в семь, в девять, в десять, в одиннадцать лет. Но чем позже, тем менее желательно. После одиннадцати уже нежелательно. Потому что вся идея эта ферсун НЭС. Рассказать, показать людям, которые проходят на улицах. В общем-то, в нашей жизни после одиннадцати-двенадцати считаются случайные проходы, а не реальные. Запрета нет, но нежелательно. Лучше с пяти и дальше зажигать. Конечно, человек работает, приходит домой в семь, восемь, в девять вечера. Будет зажигать в семь, в восемь, в девять. Еще распространенная ошибка одна. Это такая. Например, у нас, я не знаю, когда не живу здесь, в детстве. Если я жил бы, я бы знал детально. У вас есть тут местный духовный наставник, Рафт Мейерманевич. Он определит, что здесь должно быть, как, что это, я не могу сказать. Но, например, здесь, вот, допустим, здесь мы зажигаем свечи. Да, сейчас хану, когда мы смогли пожить свечи, так и надо было бы поступить в любом случае. А вы как? Как вам поступать после этого? Мы же зажгли уже здесь свечи или не зажгли? Вот то, что мы сделали, допустим, сейчас, то было бы зажигаемое свечи или не зажигаемое? Ответ такой, если дома никто не зажегся, если дома кто-то зажег, взрослый, то не надо прийти еще раз зажигать. Уже зажгли дома. Если же дома никто, у нас человек один живет, или муж и жена пришли сюда, дома никого нет. Они должны прийти и домой тоже зажигать, потому что надо дома зажигать. Независимо от того, зажег ты или не зажег. Всем понятно. Сброход? Сброход. Здесь это просто заранее говорится, что это общественное зажигание. Человек отвечает, амэн. Вопрос тот, кто зажигает здесь. Он заранее может сказать, что я скажу сброход, а в над 20 дней он помочь людям приобщиться. А то я зажигаю уже без... В смысле сброход зажигать, да. Или другой человек будет дома зажигать сброход. А что он здесь? Один только должен дома зажечь из взрослых. Дети не играют роли. Они могут зажигать здесь, там, сколько больше. А если будет трое взрослых мужчин, каждый из них должен зажечь? Нет, приняты недостаточно. Нет запрета, но приняты один. Не надо больше зажигать. Не надо устраивать, чтобы 10 взрослых, трое взрослых зажигали. И более того, даже если гости, что вы пришли в гости. И человек остается в гостях. Он домой уже не придет. Или придет очень поздно. Он может иметь право и нормально он скажет хозяину дома. Ну, там, где он гостя, скажет, я присоединяюсь к дому зажиганию. Вот тебе шекель стоимость свечей, чтобы мое участие было. И когда ты зажигаешь, то я участвую в этом тоже. И тогда он не должен дома зажигать. Можно и здесь организовать это тоже. И сказать, мне трудно, я поздно, я в этот раз не смогу. Я вот хочу шекель дать для того, чтобы зажигание здесь блюдо для меня тоже. И тогда можно. Если в этом нет права. Но он должен выразить активное участие, что он в этом принимает. Активное заявление должно быть сделано, что я даю шекель, принимаю, это будет для меня тоже. Тогда дома не надо. Всем понятно? Здравствуйте. Если он зажег у себя дома, он уже не должен говорить ничего там. И он то, что зажигает на входе в дом или прочее, это уже для людей сделано. Люди же не собираются во время зажигания, скорее всего. Он просто зажег, чтобы это горело, чтобы проходящий мазиклубит. Такого пшеника и братка не нужно. Не нужно стремиться в два раза. Если нет людей, он просто не может сказать братка, потому что он же уже сказал ее. Он даже не может для человека сказать. Но если человек, кто не зажигает, то он может его привлечь и сказать, смотри, я для тебя зажигаю, и я скажу братку для тебя. Тогда это нет проблем. Просто сразу скажу, что я чтец просто браток. И тогда тот отвечает Амэн, и он как будто зажег туда. Всем понятно, можно для других людей сто раз говорить, но сказать сразу, я это для тебя читаю, мои чтения не для меня. Теперь если есть какие-то сомнения или что-то, а дома кто-то есть, то есть уже не встает, и кому-то даже из братка, а он же для людей, скажем, с браткой. Вот я не знаю, я дал такое, чтобы это было понятно, как это делать. У вас вопрос, пожалуйста, да. Ну, я слышал, да. Слушайте. Бывают такие ситуации, когда кто-то не знает братку и просит подсказать. То есть я как бы ее произношу для того, чтобы другой человек за мной подсказил. Я должна что-то сказать перед браткой? То есть получается, что я напрасно произношу. Да, я нам да. Значит, как право? Во-первых, так. Прежде всего, лучше, чтобы женщина не произносила это для мужчин. Ну, да, естественно. Почему естественно? Он сказал, что это естественно. Не знаю, никогда. Никто не слышит. Это лучше всего. Крайний случай, когда нет другого мужчины. То женщина может мужчине это сказать. А нет проблем, если сама женщина тоже должна была бы для себя сказать, например, делать кедуш. В субботе. Женщина должна делать кедуш, если нет мужчины. Так что она может кедуш и для мужчины тоже делать. То есть то, что она сама должна делать, меньше проблем, если она для мужчины. Потому что это она сама должна делать. Нажигать хануками свечи. Женщина тоже должна, если мужчина в этом доме не зажигать, то она должна зажечь изначально даже. Как она может помочь, и мужчине тоже с этим, в этом, значит, проблемы нет большой, но предпочтительно, чтобы не было этого варианта. То есть там родственники и родственники намного проще, потому что для родственников это уже лучше. А если для женщин тоже нет проблем, потому что если та женщина должна сказать брату и не умеет, значит, но это только в случае, когда это нужно для женщины, значит, отпадает проблема, нужно ли вам говорить. Вам тоже, вы тоже женщина, значит, вам тоже это нужно, и если даже вы уже успели для себя это сделать, нет проблем, только нужно произнести, я делаю для вас, фраза такая, я делаю это для вас. Вы выслушаете брату и скажете амэн, это значит, это вы это сделали. И тогда вы чтец, нет никакой брата леватала, который надо остерегаться, чтобы этого не было. Бароход это не о семечке, нельзя просто зря их говорить. Формула каши, масок не испортишь по отношению к бароходу не работает, наоборот испортишь. Лишняя брата это плохо. Лучше нет сказать брату, чем лишняя. Но когда я говорю, я говорю для вас, то всем понятно, что я говорю для вас, значит, уже ясно всем, Кватей Шамай, он вообще все понятно. Да, ясно, как бы отрегулировали эту тему. Да, значит, у нас еще до хануки, по изратор Шем, одна встреча. Вообще, они там идут прийти через неделю. И у нас тоже еще, может быть, про хануку что-то узнать, что нагорело и наболело. Так, последний вопрос. Последний вопрос. Вот, а можно, допустим, две хануки и их доно? Можно десять. Но только должно быть количество людей, соответственно. Ну, допустим, одну для меня, одну для взрослого, одну для ребенка. Я только что сказал здесь, дети зажигают сколько хочешь. Нет, потому что каждый одну. Сколько хочешь, есть дома пять, и ты хочешь пять, и ты напьешь пять, и ты напьешь. А взрослые зажигают свои. Оно, спасибо. Взрослые, нежелательно, чтобы взрослые при хануки зажигали. В доме достаточно одну зажигать. Нужно выбрать, кто логично, старший в доме, это не важно. Один человек должен зажечь, как бы взрослые хануки. Для детей это хинуха, а не митцва. Мы их воспитываем до бармитцев, а потом это уже другой. Потом это же после бармитцев, в инвизионах становится как взрослые хануки. А я сказал последний вопрос. Просто потому что иначе нельзя. Это дискриминация. Иначе мы никогда не кончим. Я рад вопросам. Я приветствую, но есть порядок. Оставьте на следующий раз не зарплите. Если ваш вопрос коллективно полезен, то лучше не заниматься. Потому что никто по себе, а другим. И записываю. Хорошо, значит у нас. У всех есть книги? У всех есть книги? Чтобы это было, знаете, у кого нет книги, скажите, не подпискайте, сказать. По-моему, что книги шмот едет, посмотрите. Нет, это не книги. Не читаю, есть там. Не, 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 не читаю, не знаю, что я снимаю. Уже нет, кончил. А вот еще одна вещь. Или это перешить? А, перешить. Ага. Все. Ну, вот шмот. А, нет, бумажка. Здесь, в зале. Беседа, кто? Пожалуйста. Пожалуйста. Значит, мы находимся на странице... 50-й странице. Проверим. Про 50-й странице. Мы находимся на 50-й странице. И, значит, мы... И, значит, мы... Я бы хотел повторить... Просто прочитать. Не задерживаться долго, но повторим. Третья строчка сверху. О предсказаниях... Да, предсказаниях... Тут такое, значит, в стороне у нас очень необычно есть у нас. Это как бы прошедшее время. То есть уже 10-й удар по Египту, казнь, доказания уже есть. А с другой стороны, мы потом будем видеть, что это как бы предсказание. Но нас не должно удивлять. Ведь нет времени на них. Поэтому то, что Моше Радеми... Ему, по-русски, Моисею... Моше никак не склоняюсь. Ну, да, трудно. Моше Амруга Моше. Иноша Маэ. Ракадош Бару открыл Моше. Ему. Так это все равно что и есть. Понимаете? Вот. И, значит, будем считать, что это есть. Уже было. Что это уже было. Значит, уже это Макады Хоро. Гибель. Первый, как мы говорили, что это последнее... Последнее открытие египтянам устройства мира, на которое они могли бы еще откликнуться. И, если такое произошло, теоретически, они бы не потеряли бы все, что не потеряли. И это в области по системе, как мы знаем, 10 проявлений, 10 проявлений Акадош Бару в мире. 10 способов, называется, спирот. То это последнее, самое сильное. Так это. Самый ужас. То есть, там уже идея, там уже все. И у нас эта фраза, которую мы читаем, она такая. Третья строчка сверху, как я сказал. Если у кого-то есть, не хватает, если у нас другой, то, видимо, придется выдохнуть. Чтобы вас желать победу русской перевозки. Есть что-то победу русской перевозки. И все, что нужно счастье русской перевозки. Это хорошая проблема. Да, сказали уже ученые, что вроде бы шмот. Ну, придется дать русский перевозок. Я-то рекомендую, при мне не смотри. Не портит настроение, хотя бы мне. А потом закажем еще, будет вот такое же издание. Еще. Мне всегда очень нравится, когда не хватает книг. Это хорошая проблема. Да и Бог, что ли дальше бы не хватало. Пришлось бы все время докупать и докупать. Так, значит, мы читаем. Это Юль Галет, 11 глава. Это для тех, у кого другая книга. И 6 посудка, 11.6. И был великий вопль во всем Египте, ашер камогу, но не ята, что такого не было вообще. Векамогу, но тусе. И такого больше не было. То есть здесь, мы в прошлый раз уже обратили внимание на явное нарушение грамматики. А грамматика это дело серьезное. Потому что мы говорим про лошонокодыш. Там каждый нюанс, каждая буква, каждая неправильность в кавычках. Это тоже правильность, но мы должны понять, почему неправильно. И здесь нарушение грамматики просто бьет в глаза. Потому что то женского рода, то большого. То мужского, извините. Векамога, то она женского рода, то мужского рода. Но не ята женского рода опять. Векамога опять мужского рода. Но то си женского рода. То есть идет такая катавасия. Мужской и женский род все время крутятся между собой. Правильно, да? Все обратили внимание? Всем понятен вопрос. Значит, как это... И еще, мы тоже, как ДЛА. Что такое ЦАК ДЛА? Как ЦАК измеряется? Децибелами, размерами. И если даже измеряется, допустим, инстинктивно, то почему это отмечено здесь? Какая нам разница? Как говорится в наших книгах, манахтамина. Что мы из этого учим, что она была ГДЛА? А если просто ЦАК, не ГДЛА? Ответ один на комплекс этих всех вопросов будет у нас один ответ. Поскольку, как мы говорили о том, что речь идет о раскрытии в самом высоком, там, где замысел творца, то есть спират Кетер, там, где замысел творца раскрыл, находится, то ничего больше, чем замысел творца нет. Поэтому ЦАК можно только в ДЛА. Уж если открыть замысел, то нужно только через ЦАК, ЦАК, ДЛА. А почему мужского рода ЦАК? То есть женского, это понятно. А почему мужского рода? Потому что до замысла Всевышнего нет ничего. От замысла идет только дальнейшее все. Раз идет дальнейшее, то это мужская сторона устройства нераздания. Дающая, а не принимающая, потому что до этого нет ничего. Соответственно, надо было вложить сюда мужскую сторону.